Маленькие пациенты Ники детства не ожидали увидеть в отделении волшебников с подарками. Карандаши, фломастеры, раскраски, пазлы и настольные игры. Теперь лечение и реабилитация будут намного веселее. Ребята с любопытством изучают своих новых плюшевых друзей. Двойняшки Лера и Соня уже успели дать Мишкам имя. Как будут Мишку звать у тебя? Маня. Маня? Девочка у Матра. А у Сони как будут Мишку звать? У Мишки. У Мишки. Не знаю, что я. И несмотря на пасмурность этого осеннего дня, в детском клиническом центре стало теплее и светлее от детских улыбок. С малышами пообщались сторонники местного отделения партии «Единая Россия». Очень важно проводить эти акции, потому что мы видим реакцию детей. Мы видим, как они смотрят на нас. Для них это что-то новое. Все-таки немножко серая атмосфера находясь здесь, несмотря на то, что наши великолепные доктора стараются все это дело скрасить. Красками, эмоциями, общением с ними. Но все равно находясь в четырех ценах это немножко тяжелее. Получить подарки от волшебников лично смогли не все. Многие пациенты были на процедурах. Презенты малышам передали врачи и медсестры. Кроме активистов партии, к эстафете добрых дел присоединились молодогвардейцы и общественники. Каждый человек по мере своей возможности должен уделять какое-то время для того, чтобы подарить минуту радости детям, которые проходят лечение. Мы здесь видим, что в принципе у них условия очень хорошие, доктора добрые. И я думаю, что у них все будет хорошо и они вылечатся. Ко дню рождения Владимира Путина «Единая Россия» организует эстафету добра по всей стране. И мы тищи не исключение. Таким образом, главу государства поздравляют не словом, а делом. Привезли детишкам раскраски, фломастеры, развивающие игры. Более 50 подарков было сегодня вручено. И это не последний наш заезд. Мы очень часто приезжаем и участвуем в подобных акциях. Теперь выздоровление ребят точно пойдет быстрее, уверены организаторы. Ведь больше половины успеха зависит именно от хорошего настроения, которое подарили детям. Анна Смирнова, Первый, Матищинский.